Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня я расскажу вам про схему ралейной защиты силового трансформатора мощностью 1600 кВт. Это уже третья часть видео, относящаяся к теме ретрофита комплектного распределительного устройства напряжением 10 кВт. В первой части я рассказывал про замену масляного выключателя на вакуумной серии Таврида Электрик, как мы собирали, ну производили демонтаж, как собирали вакуумный выключатель на раму выкатного элемента и так далее. Во второй части я производил демонтаж всех вторичных цепей с ячейки, клеммников, реле, старых счетчиков. Далее показывал, как занимался подготовкой разъемов типа Хартинг, также показывал, как собирал данный клеммник, ну и произвел, соответственно, компоновку оборудования, нового оборудования в ячейке. Ну и сегодня третья часть, я вам расскажу о схеме ралейной защиты силового трансформатора мощностью 1600 кВт. Ну вот у нас секция, три фазы 10 кВт, в данном случае указана вторая секция. Это у нас заменяемый масляный выключатель на вакуумный, о котором я рассказывал в первой части. Это у нас установлены ОПНы, но пока они еще по факту не установлены, но будут. Дальше установлены два трансформатора тока в фазе А и в фазе С. Здесь у нас идет заземляющий нож, который включается у нас со стороны кабеля. И на кабеле установлен трансформатор тока нулевой последовательности, ну или как мы его в простонародье называем, феррантий. Вот это у нас наша первичная схема. Начнем с трансформаторов тока. То есть все вы знаете, что у трансформатора тока может быть несколько вторичных обмоток. Может быть одна вторичная обмотка, может быть две, может быть три. Может быть есть и больше, но больше трех лично я не встречал. Первая обмотка трансформаторов тока фазы А и С используется у нас в цепях учета и измерения. Вот здесь у нас указан А3, это счетчик ПСЧ-4ТМ-05М. И вот показаны его колодки клеммные. Странсформатор тока фаза начало приходит на первую клемму счетчика. Начало странсформатора тока фазы С приходит у нас на седьмую клемму счетчика. Их общий ноль сначала подключается на щитовой амперметр. В данном случае используется щитовой амперметр E378. И с прибора приходит на мнимую фазу B, то есть на клемму 4 счетчика. Ну и дальше мы собираем здесь звезду. То есть делаем переводчику 3, 6, 9. Замыкаем токовую цепь. Ну обязательно, как вы видите, у нас вторичные цепи трансформаторов тока должны заземляться. Что, соответственно, здесь и сделано. Ну, коль сейчас рассказываю про счетчик, сразу и покажу цепи напряжения. На клеммы 2, 5, 8 соответственно подключаются цепи напряжения 100 вольт с трансформатора напряжения соответствующей секции. В данном случае вот у нас вывода А630, B600, C630. Это у нас цепи напряжения для учета. В принципе, вот вся схема подключения счетчика. Цепи напряжения у нас берутся с соответствующих шинок, которые у нас идут шлейфом по всем нашим ячейкам. Дальше с клеммника мы 100 вольт подключаем на наш терминал ТОР-200. На соответствующие клеммы. Х013, Х018 это фаза А, Х014, Х015 это фаза Б, Х016 и Х017, соответственно, фаза С. 100 вольт в принципе мы подключили для того, чтобы наглядно отображалось напряжение на дисплее терминала. Для наглядности осциллограмм, снятых в аварийных режимах, чтобы также было видно уровни напряжения, их изменения и так далее. В принципе, у нас здесь минимальной защиты нет, защиты МТЗ с пуском по напряжению нет. Это у нас не АВР-овский блок, чтобы, допустим, применять здесь пусковой орган АВР. Помимо 100 вольт, сюда можно подключить еще и контроль изоляции, но в данном случае этой защиты у нас нет. Немножко отвлекся на цепи напряжения, вернемся к токовым цепям. Итак, вторые обмотки трансформаторов тока фазы А и С используются у нас для токовых цепей защиты и подключаются, соответственно, к терминалу ТОР-200, блок А1. Начало фазы А также у нас подключается на вторую клемму. Начало фазы С на восьмую клемму. Общий ноль подключается у нас как мнимая фазы Б на пятую клемму и делается перемычка аналогично, как у счетчика, только между клеммами 1, 4, 7. То есть блок у нас трехэлементный, соответственно, мы его подключаем вот таким образом. Маркировка вы здесь видите. Также у нас вторичные цепи, все трансформаторов тока должны заземляться, соответственно, здесь также это заземление присутствует. Как я уже говорил, на кабеле у нас установлен трансформатор тока нулевой последовательности, ну, феррантий, и, соответственно, на данном фидере выполнена защита от однофазных замыканий на землю. Проще сказать, земляная защита. Так вот, у нас наш феррантий, вот его вторичная обмотка, она у него одна, соответственно, подключается на клеммы 1110 нашего терминала ТОР-200. И также, естественно, она, вторичная обмотка трансформатора тока, феррантия, заземляется. Ну, давайте перейдем к цепям управления. Напряжение питания цепи управления у нас взято с постоянки, со счета постоянного тока аккумуляторной батареи. Вот у нас плюс-минус. И имеют величину напряжения 220 вольт. Далее в ячейке у нас установлено два автоматических выключателя. Естественно, они имеют аббревиатуру DC, то есть возможность установки и работы в цепях постоянного тока. Это обращайте внимание, потому что у нас очень много автоматов, в том числе на заказных ячейках, приходят несоответствующие поды по стоянку. Иногда даже ставят ЕКовские автоматы, обычные, вот эти бытового назначения. А там у них на полюсе максимальное постоянное напряжение допускается до 48, по-моему, или до 50 вольт. Они уже не проходят. В данном случае у нас установлены автоматы ЭТИМАТ на постоянное напряжение. Вот они, SF1, SF2. С первого автомата у нас питаются цепи управления. Второй автомат у нас установлен для питания терминала ТОР-200. Вот он, блок А1, это наш терминал ТОР-200. Ну и вот плюс приходит на клемму 1, минус приходит на клемму 3. И почему сделано так? И почему многие подключают все в цепи управления? Дело в том, что если подключить питание терминала от цепи управления и, допустим, дня на 3, на 4 отключить цепи управления, ну мало ли вывели в ремонт или еще по каким-либо причинам, то у нас уставки у терминала запараметрированные, они не слетают, они всегда хранятся, хоть есть питание, хоть нет. А вот дата, время, вот эти все параметры слетают, то есть сбиваются на 2000 год, по-моему. Были у нас случаи, что особо не обратили внимания на дату, ввели фидер в работу и сработала защита. И очень неудобно, очень неудобно производить анализ той же, допустим, осциллограммы, искать эту осциллограмму среди других, потому что дата слетает назад и она получается как бы не самая последняя. А осциллограмм может быть несколько, в зависимости от того, что вы выставите, какой параметр писать там при аварии. И в итоге получается достаточно длинный список, среди которого приходится вот выискивать. Это очень неудобно, поэтому всегда и всегда Торы мы подключаем, и не только Торы, а все другие микропроцессорные терминалы, через отдельный автомат питания. Так, вот у нас пришел плюс, вот у нас минус двоечка. Блок А2, это наш блок управления выключателем ВВТЛ. Сейчас блоки у нас почти всегда используются. 16-й, вот наш выключатель. Выключатель состоит из трех электромагнитов. Вот это у нас выводы электромагнита М1, М2. Соответственно, блок управления управляет вот этими самыми электромагнитами выключателя. Так, здесь у нас указано заземление блока управления. Да, кстати, блок А1 тоже заземляется. Я про это забыл сказать, это вот на другой схемке. Здесь вот было, на первом листе. Чтобы блок управления подавал сигналы на включение либо отключение вакуумного выключателя, нам необходимо им управлять. И, соответственно, мы подаем сигналы на вход 12-13 включения, 14-15 это у нас отключение. Ну, здесь у нас сделано общий проводник с перемычкой. Некоторые делают вот так вот на отключение, делают одну цепь и делают на включение вторую цепь. Это одинаково. Включение у нас происходит от терминала ТОР-200, вот он, А1. Вот соответствующие у него выводы 15-2, 15-4. Далее, обязательно здесь необходимо в цепь включения устанавливать контакт, нормально закрытый контакт СКО-1, блокировки нашей, про которую я говорил в первой части. То есть пока не будет собран выкатной элемент, то есть пока вы не вкатите выкатной элемент полностью в ячейку и не разблокируете данную блокировку, у вас будет здесь стоять запрет включения. То есть выключатель у вас здесь в цепочке не будет, здесь будет обрыв. То есть даже если вы будете в это время каким-то образом подавать сигнал включения, то он у вас просто-напросто не включится, здесь будет обрыв. Как только вы вкатили каретку в ячейку до рабочего положения, сняли блокировку, то у вас этот контакт замыкается и дает разрешение, то есть появляется цепочка на включение выключателя. Цепь отключения 15.1, 15.3, тоже с блока стора, идет на соответствующую клемму блока управления. Здесь у нас еще дополнительно мы всегда устанавливаем в эту цепочку шайбу ключа управления. Хоть у нас цепь отключения и формируется через терминал, через стор, дальше чуть ниже покажу, тем не менее, всегда дублируем одну шайбу помимо вот этого контакта тора. Но это сделано с целью надежности, вдруг по каким-то причинам произойдет какой-то отказ здесь, вот в этом контакте, например, или тор что-то выйдет из строя, а нам нужно будет отключить, то мы просто-напросто без всякого тора можем отключить наш выключатель. Так, идем дальше. Вот у нас этот же ключ, вот еще две дополнительные шайбы. То есть вот шайба включения, это как направо 45 градусов, это налево 45 градусов, без фиксации. И шайба налево 45 градусов, то есть третья. То есть тут приходит у нас единичка, поворачиваем ключ вправо, идет сигнал на вход терминала тор 200, на вход 18.5, вот у нас тут сказано, включение, и 18.9, двоечка минус. Поворачиваем ключ, подаем сигнал на включение терминала тор, это видит входной сигнал, замыкает свой контакт К1.2, включение, и подается сигнал на блок управления, если у нас снята блокировка. Соответственно, этот сигнал включения блок управления принимает и подает сигнал на включение выключателя. Включаю. Включаю. Да, поехали. Хотим отключить выключатель. Поворачиваем ключ на 45 градусов влево, вот эта вот шайба, то есть также вот плюс единичка, входит через шайбу, проходит сигнал на вход терминала 18.7. Здесь у них общий выход 18.9, по минус. Терминал эту команду принимает, соответственно, замыкает свой контакт К1.1 и подается сигнал на блок управления. Блок управления этот сигнал принимает и, соответственно, подает сигнал отключения, а то есть сигнал обратной полярности на вот эти электромагниты. И, соответственно, выключатель у нас отключается. В принципе, все. Ну, как я уже говорил, если мы хотим отключать как-то аварийно, без использования вот этого входного сигнала на терминал ТОР-200, соответственно, у нас всегда тут он еще и дублируется. Так, здесь у нас есть вход 19.9, это от автомата 100 вольт, его положение, то есть когда у нас автомат отключается, либо каретка выкатывается с трансформатором напряжения, происходит сигнал ТН в работе. Здесь в данном случае, вот в моей схеме, вот эта часть отсутствует, то есть это не совсем относится к моей ячейке. Так что здесь не обращайте на это внимания. Помимо управления выключателем и защит, нам необходимо также контролировать его состояние. То есть мы берем два блока контакта нашего выключателя, в данном случае СКУ-2 и СКУ-3, и подключаем на соответствующие входы X18-4 и X18-5. Это у нас РПВ и РПО, реле положение включено, реле положение отключено. Это мы показываем терминалу ТОРу, что, допустим, выключатель, когда включается, приходит сигнал на, соответственно, на реле РПВ, встроенную реле в терминал, он понимает, что выключатель, соответственно, включился, либо отключился, да, вот по вот этой цепи. Также у него есть встроенная индикация, положение включено, положение отключено, ну, которое отображается на его дисплее, что тоже очень удобно. И имеется у нас еще вход немаловажный, это вход-взвод пружины, но это названо, он здесь не актуально, это по-другому называется автомат ШП. То есть вот у нас приходит плюс, дальше у нас приходит на контакт готовности блока управления, вот он наш блок управления А2, это его контакт готовности. Он дает вот этот контакт готовности, он подает, через него подается плюс на вход 18-8. Блок защиты понимает, что можно включать выключатель. Пока сюда не придет плюс на 18-8, хоть сто раз поверните ключ, тор у вас выключатель не включит. Какой смысл включать выключатель, когда у нас блок управления не выдал готовность? А блок управления у нас не выдает готовность, ну, при различных неисправностях. Например, пропал контакт вот этого разъема. У нас готовность сразу размыкается, выдается неисправность блока управления, и по количеству, у него тут есть на дисплее соответствующие световые индикаторы, и по количеству их вспышки можно определить неисправность. Забыл тут сказать, что плюс-минус также подается и на блок управления обязательно. То есть, когда подается питание, включается автомат SF1, блок управления не сразу встает в готовность. То есть, сразу нельзя прям поворачивать ключ и включать, выключатель у вас не включится. Должен обязательно блок протестироваться, и через какое-то определенное время выдать контакт готовности. И тогда вот этот уже контакт мы подаем на вход 18.8, как бы даем разрешение, добро от блока управления на управление выключателем. Ну и переходим к третьей схеме. Это у нас схема сигнализации. Она также у нас взята с постоянки, плюс-минус, и имеет значение 220 вольт. То есть, здесь взяты у нас два контакта, открытый-закрытый, для положения выключателя. То есть, когда выключатель включен, его кса замкнута, и горит красная лампа. Когда выключатель отключен, его контакт замкнут, горит, соответственно, зеленая лампа. Так, ну и еще у нас установлена желтая лампа. Это лампа, желтая лампа, блинкер не поднят. Вот. Что мы на нее выдаем? Мы на нее выдаем отключение любого автомата. То есть, как только отключится по каким-либо причинам, неважно, сами отключили, либо выбило его. У нас через блок контакты наших автоматов загорается желтая лампа. И, соответственно, когда дежурный персонал приходит на подстанцию, сразу видят на ячейке, говорит, желтая лампа. А значит, нужно обратить на это внимание. Ну и, соответственно, с терминала мы сюда выдаем на желтую лампу аварийную и предупредительную сигнализацию. То есть, эти контакты у нас запрограммированы с фиксацией. Помимо этого, у нас еще имеется аварийное отключение. Вот тоже аварийный сигнал СТОРа. Он выдает у нас на шину аварийной сигнализации. Шинка 707, вот она обычно называется. Также выдается сигнал на центральную сигнализацию. На шину аварийной сигнализации. Вот по вот этой цепочке. Ну и здесь дополнительно взято нормально закрытый такса выключателя, чтобы контролировать, что аварий выдается, когда уже выключатель именно отключился. Вот этот верхний контакт 16-14, аварийный. И вот этот, они работают в паре. То есть, дублируют друг друг. Шинка ЕНР, ну или ШЗП. Ну вот 709 маркировка. На нее выдаем обязательно неисправность терминала. То есть, вдруг терминал у нас выходит из строя. У него есть сама диагностика. Есть вот этот выходной контакт. И он выдает у нас сигнал в предупредительную сигнализацию. Ну и также вот у нас имеется контакт предупредительной сигнализации К2-3. К2-4 это авария был. А К2-3 это уже запрограммированные готовые сигналы. Допустим, можно сделать земляную на сигнал. Выдать предупредительный сигнал на центральную сигнализацию. И вот этот второй контакт, его дублируют на, также на желтую лампу. С блока управления мы сюда же выдаем неисправность. А нормально открытый контакт неисправность, 3-4, у нас выдает сразу сигнал в центральную сигнализацию. Ну, как я уже говорил, это любые ряд неисправности блока управления, когда у него моргает соответствующий код ошибки, который мы считаем по количеству вспышек. Такая вот у нас схема сигнализации. Ну, а теперь давайте рассмотрим в совокупности. Предположим, что у нас возникло короткое замыкание, например, в кабельной линии. То есть замыкание фазы А, Б. Через трансформатор тока протекает ток короткого замыкания, который у нас по вторичным цепям отстроен на определенную уставку. По уставкам мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Я вам покажу, как рассчитываются уставки, токовые отсечки, максимальной токовой защиты, земляной защиты и так далее. Блок у нас контролирует вот эти токи во вторичных цепях. И, соответственно, при токе коротком замыкании ток у нас здесь превышает ток уставки. Блок этот фиксирует и через заданную выдержку времени отключает аж выключатель. Отключает вот по вот этой цепи, где она, вот, К1-1. Вот. Раз. Подается сигнал на блок управления, и блок управления подает сигнал на отключение выключателя. Вот, в принципе, и все. Коль у нас выключатель отключился, у нас загорается зеленая лампа, выдается вот этот у нас сигнал, запрограммирован на аварийное отключение. Загорается желтая лампа. Дальше вот этот сигнал, К24, он у нас по умолчанию аварийный, через нормально закрытый контакт уже отключившегося выключателя и уходит на шинку ШИЗА в аварию. Ну, а следующим этапом будет параметрирование нашего блока защит на соответствующие уставки, в данном случае из проекта, и будет произведена проверка релейной защиты. То есть будет опробовано первичным током защита, там, МТЗ, например, земляная защита, ну, все имеющиеся защиты на фидере. Вторичным током будем опробовать токовую отсечку, проверим все сигналы, как у нас работает положение, как у нас эти положения видит наш блок защиты, как у нас работают наши лампы положения выключателя, как у нас срабатывает желтая лампа при всех авариях и при всех неисправностях, ну и, соответственно, как выдаются сигналы в аварийную и предупредительную сигнализацию. Еще хочу добавить, что это одна из достаточно простых схем, ничего тут сложного и удивительного нет, есть схемы гораздо сложнее, гораздо разветвленнее. О них я, возможно, вам расскажу как-нибудь, то есть сейчас мы как раз занимаемся схемой АВР на терминалах ТОР-200, очень интересный там проектик. Дальше будем заниматься схемой АЧР, то есть подчастотной разгрузки тоже на терминалах ТОР-200. То есть если вам эти моменты интересны, я вообще без проблем могу снять видео и показать, как реализовываются такие моменты. Если вам это видео понравилось, было для вас полезным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, впереди будет много всего интересного. В общем, также не забывайте, что у меня есть страничка в Инстаграме, обязательно подписывайтесь на нее. Я там делаю очень много различных публикаций, прикладываю интересные фотографии из моих будней, на которые в принципе нет смысла делать там отдельные видео. Также я там выкладываю различные краткие фрагменты интересных событий, загадываю загадки. Вот, кстати, не так давно была интересная загадка, правильный ответ на которую дают очень мало специалистов, электриков. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Также присоединяйтесь к нашему общему телеграм-чату. Мы там ежедневно, ежечасно, ежеминутно обсуждаем различные темы. Люди приходят с вопросами, мы им помогаем с ответами, между собой общаемся на электротехническую тему. Поэтому всем добро пожаловать. Ну, до этого я завершаю свое видео. Еще раз всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!